Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Тема нашей программы «Евровидение-2011. От скандала к скандалу». Организаторов отборочного конкурса обвинили, как всегда, в коррупции, продвижении своих кандидатов и неравных условиях для участников отборочных туров. Вице-президент национальной телерадиокомпании Украины Валид Арфуш сегодня среди всех своих. Прошу. Здравствуйте. Спасибо, что вы посетили нашу программу. Вы искренне хотели провести честные выборы. Получилось ли это или не получилось? Нет, ну мы однозначно провели очень честные выборы, очень открытые. Я даже вот сейчас стоя в кулисах, услышал вашу реплику, там от скандала до скандала, что всегда происходит не так, как хочется. Знаете, нас никто не будет смотреть, если я скажу «Евровидение-2011. Опять все хорошо». Не, ну вас все равно. Не, ну слишком, очень много раз используете слово «скандаль», оно звучит очень много раз. «Евровидение» – самый коррумпированный конкурс. И объяснить, да. Представьтесь, пожалуйста. Ирина. А? Ира. Просто по имени, да? Да, просто Ирина, да. А вы принимали участие в отборочном? Я бы с удовольствием принимала. Скажите, пожалуйста, почему за деньги... А то есть вы просто поспорите. Я просто возмущена, потому что за деньги любовников, родителей, у нас сейчас каждый может принимать участие в этом конкурсе. Нет, но можно я вам что-то скажу? Никто сегодня не говорит о главном, что 16 января этого года, когда у нас был еще отборочный тур, вот только, только начинался. Я только вернулся с отдыха, у меня телефон там несколько дней не работал, я включаю, вижу там минимум 20 пропущенных звонков от разных журналистов украинских. Денег не было на телефоне, да? Я потом... Ну, как всегда. Да, как всегда. Ну, и я потом, ну, перезваниваю, и меня начинают все там таким очень скандальным голосом, как и ваш только что, о том, что есть большой скандал на Евровидении в этом году. Я говорю, какой скандал? Они говорят, мы знаем, что вам Джамали уже заплатила 200 тысяч долларов за победу, поэтому все исполнители уже не будут участвовать, и так понятно, что побеждает Джамали. Я начинаю ходить по всем каналам, но это шум поднял канал один плюс один, наши соседи. Это я, извините, я скажу к тому, что, в принципе, вы могли бы не проводить отборочный конкурс, да? Ну, это как в России, это... Вы могли бы назначить, да? Нет, но мы стараемся в этом направлении делать, ну, чуть по-другому, чем в России. То есть лучше тут всегда дарят отборочный тур, там, смс-голосование, и были прозрачные. Про Россию не говорите ничего. У нас Билан назначен на ближайшие 60 лет. Да, и что получается? Получается, что уже все журналисты кричат, что Евровидении скандаль, и не дай бог, все говорили, не дай бог, что Джамали победит, если победит, это подтверждается, что вам заплатили деньги, там, и так далее. Мы знаем, в интернете, и вообще, ходит письмо анонимное, где вас обвиняют во всех смертных грехах. Да. Вы слышали о нем, да? Ой, да, очень много. У нас в студии есть журналист, Люда Троицкая, она же Дуся, правильно, Люда? Люда, а что это за погоняло такое Дуся, почему вы взяли, а? Это не я взяла, это был сайт, который существовал до того, как я его возглавила, называется он Дуся Телекритика. Она раньше работала просто на журнале под названием «Папарадзи», сейчас работала на Дуся. Да, да, с Арфушевой работала. Дуся, я так понимаю, что вы встречались с этим анонимом, да? С Дуся или с Арфушевым? С каким анонимом? С человеком, который написал это. Насчет письма я могу рассказать. На самом деле, оно было изначально распространено через социальные сети. Я еще помню, что мне его подруга прислала ссылку на него в пятницу, и она на него так слабо отреагировала, сказала... Что в письме, чтобы массовый зритель тоже... Появлению для Арфушев, вот я вот слушала, он говорил, что только 16 января его начали обвинять в том, что он благоволит Джамале. Арфушев, но на самом деле слухи, что победит Джамала, начались еще с августа. А это на Евровидении Миконьютон, я даже не понимаю, как смысл этой фразы. Хорошо, Арфушев, а почему? И это правда, на самом деле. Тогда, когда были первые отборочные туры, почему-то она была в вашей гримерке. Правда, там еще приходька была, но не важно. И поэтому мы решили, что вы как-то... Но на самом деле у меня нету своей гримерки на канале, потому что у меня есть свой кабинет. Если вы посмотрите на Джамалу, Джамал очень яркий. А вы откуда появились? Подожди, подожди. А для Джамала прекрасно, никто же не спорит. Подожди, подожди. Вы кто? Я считаю, что Джамала очень яркая, харизматичная, талантливая девушка. Ну а вы кто? Я считаю, что Мика Ньютон серая мышца, и она, разве она сможет достойно представить Украину на Евровидении? У нее нудные и скучные песни, я считаю так. Но это ваше мнение. Ну нельзя навязывать, скажем, свои музыкальные вкусы каждому. Вот это ваше мнение, другие люди думают иначе. Согласен. Вы знаете, мы любим кидаться такими фразами. Серая мышь. Во-первых, это женщина. Ну чего уж так ее обижать. Во-вторых, давайте посмотрим. А вдруг мы с вами не правы. Одними из лидеров всенародного голосования долгое время были Дарья Медовая и Андрей Кравчук. Дарья Медовая побоялась открыто заявить свой протест организаторам. Да, да, да. Но мы очень рады, что она объявила протест, потому что, ну, ей всегда приятно на нее смотреть и слушать. Мне очень нравится, что вы с такой радостью воспринимаете все протесты, письма в свой адрес, да, помидоры. Сейчас полетят помидоры. Мы очень рады, что вы кидаетесь свежими помидорами, яйцами. Не-не-не-не. Даша у нас в студии сегодня. Я не говорю про помидоры, я говорю про протесты. Даша не одна. Андрей. Прошу, присаживайтесь, пожалуйста. Давайте поговорим. Почему-то последнее время здесь вот на одной шестой части сужи происходит такая вот передряга, когда народ в недоумении. Почему едут эти, хотя мы любим эти? Прошу. Вы знаете, я думаю, что как у любого большого такого серьезного мероприятия, как отбор, будет всегда какие-то ошибки и ляпы, так сказать, потому что человеческий фактор организовывают люди и, несомненно, будут какие-то ошибки. Но у меня был вопрос единственный по поводу переголосования, потому что я была не согласна с тем, что переголосование нужно только до трех людей. Для Джамалы, для Златы и для Микки Ньютон. Я считаю, что должны были переходить. Вы слетели на какой стадии? Я четвертое место заняла. Четвертое место. Это вы, да? Да, это я. Какая вы, какая вы. Окей. Хорошо. На самом деле, я могу ответить. Ну, во-первых, вот, я потом удивился, когда вы начали протестовать, потому что вы, ну, и так уже много было для вас, то есть вы очень много получали во время отборочного тура для себя. То есть хватит уже. В плане, да. В плане пиара. Это во-первых. Во-вторых, мы получали письма именно претензии, не спрашивать, почему вы не победили, а все спрашивали, почему Джамала не побеждала. Поэтому для нас была в первую очередь ответ на письма зрителей, это чтобы Джамала участвовала в этом переголосовании, или как мы его назвали, там, суперфинал. Не стоял ни разу вопрос о том, что давайте просто делим общее переголосование, потому что что-то кому-то не нравится. Ну, в этом есть справедливость, да? Да. И получается, что и вы еще хорошо о себе заявили на пресс-конференции, а тоже мой давний друг Андрей Кравчук тоже хорошо заявил на пресс-конференции. И для вас, я думаю, это более джемно, то есть это прекрасно, то, что вы пришли, поговорили. А в чем вы поддержали, Дашу? Дело в том, что мне накануне утром был эфир на одном из каналов телевизионных, где я высказал свое мнение о том, что если переголосование происходит для трех людей, следовательно, мы все с вами вместе признаем факты каких-то манипуляций и махинаций. После этого эфира ко мне позвонил Валит и говорит, ну, у тебя очень стройное мнение, очень классное мнение, вот у нас сегодня в 11 утра пресс-конференция, приходи на эту пресс-конференцию и ты заявишь это мнение для прессы. Я пришел на эту пресс-конференцию и понял, что я там был лишний на этом празднике жизни, потому что там совершенно что-то уже такое другое происходило, и я понял, что мною просто в очередной раз воспользовались... Это как-то лишний, когда сама Ангела Меркель что-то там сказала в ваш адрес, да? Не только Ангела Меркель, вы знаете, вот... Господи, зачем Ангела-то трогать, да? Дело в том, что автор стихов... Всех, кого знал, Андрей, приложил, а? Не, автор стихов, которые я пел... Написал поэт, который является сотрудником Бундеса, где работает Ангела Меркель, они следили просто за развитием этой песни, как частные лица, просто как люди, которым это нравится. Разве это клип? Извини, но это... Я прошу прощения, это концертное выступление. ...клуба, между прочим. Ты, ну, извини, пожалуйста, но... Я прошу прощения, это концертное выступление. У тебя есть такие шикарные песни, вообще неимоверно. А это все серость. Это не первое место, и даже не десятое. Я прошу прощения, я...